Друзья, задумывались ли вы, как Антон Павлович Чехов, один из величайших русских писателей, повлиял на город Томск? Давайте окунемся в удивительную связь Чехова с этим историческим сибирским городом. В 1890 году Чехов отправился в путешествие на каторжный остров Сахалин. По пути он сделал остановку в Томске. Но это был далеко не приятный визит. Чехов не был очарован городом. Он описал Томск как унылое и мрачное место, полное пьяниц и мух. Не самый лестный отзыв. Однако, несмотря на резкую критику, короткое пребывание Чехова в Томске оставило неизгладимый след. Наблюдения и сочинения Чехова привлекли внимание к суровым реалиям жизни в Сибири. Его подробное описание людей и условий в Томске открыли глаза на происходящее. Эта осведомленность помогла зажечь разговоры о реформах и улучшениях в регионе. Интересно, что со временем Томск принял свою связь с Чеховым. Сегодня в городе можно увидеть памятник самому писателю. Это довольно необычная статуя, изображающая Чехова в несколько преувеличенной карикатурной форме. Это отсылка к его острому уму и проницательным наблюдениям. В городе также проводятся различные культурные мероприятия, посвященные творчеству Чехова. Эти события способствовали более глубокому пониманию литературы и истории среди жителей. Влияние Чехова ощущается в образовательном и культурном ландшафте города. Итак, хотя визит Чехова в Томск был коротким и критичным, он сыграл решающую роль в формировании исторического повествования города. Его наследие продолжает влиять и вдохновлять томичей по сей день. В следующий раз, когда вы вспомните о Чехове, не забудьте о его удивительной, но важной связи с Томском. Путешествие этого великого писателя по Сибири оставило след, который все еще ощущается более века спустя. Спасибо за просмотр. Если вам понравился этот экскурс в историю, не забудьте поставить лайк и подписаться, чтобы узнать больше увлекательных историй.